Публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского – это история о том, каких разговоров мы не услышим. Дональд Трамп вынужден был опубликовать стенограмму разговора, когда оказался под ударом оппозиции. Но все равно скандал не затих. И теперь самые высокопоставленные чиновники в США дают показания о том, мог ли американский президент давить на своего украинского коллегу. И в этот момент я думаю о том, что понятия не имею, о чем говорит по телефону президент моей страны. Дело в том, что тот же Дональд Трамп находится внутри сложной системы сдержек и противовесов. В его стране с избытком хватает институциональных предохранителей. Он вынужден считаться с Конгрессом, Сенатом, СМИ, разведкой, правоохранительными органами и парламентской оппозицией. Над его карьерой всегда нависает дамоклов меч в виде угрозы импичмента. И потому он, самый эксцентричный президент самого сильного государства на планете, все равно скован в своих поступках. Его украинский собеседник может ему искренне посочувствовать. Потому что Владимиру Зеленскому нет смысла переживать обо всем этом. Его эксцентрику внутри страны сегодня не сдерживает никто и ничто. А потому он волен совершать любые действия. А главное, ему не приходится за них отчитываться. Например, он может встречаться с олигархом Игорем Коломойским, телеканал которого, по большому счету, сделал его президентские амбиции реальностью. Тем самым Игорем Коломойским, который не скрывает своих амбиций получить от государства компенсацию за действия предыдущей власти. А когда журналисты просят предоставить стенограмму этой встречи, в офисе президента им отвечают, что, мол, никаких записей не велось. Возможно, именно в этом и состоит разница между тем, как устроены США и Украина. Любая демократия – это история про отрезанный уголок у сим-карты. Это та самая защита от дурака, которая не позволяет неправильным образом вставить сим-карту в телефон. В США эта система продолжает существовать, а в Украине – нет. Благодаря американской системе мы узнали содержание разговора Трампа и Зеленского. Но мы никогда не узнаем содержание разговора Зеленского и Коломойского. А еще мы никогда не узнаем содержание разговоров украинского президента с российским. Владимир Зеленский может сказать, что подобные разговоры не должны быть публичными, что дипломатия любит закрытые двери. Но вся история со стенограммой доказывает одну простую вещь. Во главе украинского государства сегодня оказался аматор, для которого многие составляющие международной политики, в новинку. И который теперь вынужден постфактум смягчать эффект от собственных заявлений в адрес европейских политиков. Но если западные партнеры могут эту наивность простить, то российская сторона вполне может ею воспользоваться. Сторонники Владимира Зеленского раз за разом повторяют о том, что у него благие намерения. Шельмуют тех, кто подвергает его критике. Заранее записывают скептиков в парохоботы. И готовы отчаянно поддерживать любой президентский шаг. Им простительно. В конце концов, нет смысла обсуждать недостатки чьей-то сердечной зазнобы в тот момент, пока у влюбленных продолжается конфетно-букетный период. Проблема лишь в том, что благие намерения, помноженные на беспрецедентный уровень власти и политическую наивность, это довольно гремучее уравнение. Тем более, что собеседниками украинского президента на протяжении следующих пяти лет будут люди, которые привыкли решать подобное уравнение в свою пользу. А благодаря тому, что у украинской сим-карты никто не удосужился отрезать уголок, мы узнаем об этом последними.